Привет, друзья! С вами Миша. Ребят, не могу держать в себе, если честно. На пресс-конференции перед матчем с Шеффилдом у Сульшера спросили про диалог, про Пелистри, в общем, как они и куда, про аренду. И Сульшер сказал фразу, которая потом уже позже до меня дошел ее истинный смысл. И, в общем-то, я пришел к достаточно неутешительному выводу по поводу Факунда Пелистри. Вроде вот только вот его мы купили, такой вот перспективный парень, но, исходя из определенной вообще истории аренд и так далее, исходя из того, как это сформулировал Сульшер, для меня стало практически очевидно, что Пелистри не показал того уровня, который, ну, не то чтобы ждали, но, в общем, на который рассчитывали. И, по сути дела, мы можем его вычеркнуть вообще из списка. Звучит, ребята, конечно, катастрофически все это громко и как-то, может быть, пессимистично вы скажете, но сейчас я вам все, ребята, обосную, так что обо всем, как обычно, ребята, по порядочку. Прежде чем мы начнем, ребят, пару слов о генеральном спонсоре выпуска – букмекерской компании «Паримач», которая теперь заработала на новой высокотехнологичной платформе. Тут, помимо футбола, куча других крутых спортивных событий – от хоккея до UFC, огромное число всевозможных турниров и, конечно, все совершенно легально. Переходите по ссылке в описании, проходите регистрацию и получайте бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Главное, не забывайте пройти верификацию до конца, чтобы получить максимальный бонус. Процесс регистрации несложный, но он важен еще и для того, чтобы вы подходили к игре ответственно, а компания работала легально. Ну, а я, соответственно, получал столь необходимую поддержку. Так что жмите по ссылке и получайте удовольствие от игры. Итак, ребят, что ж такого сказал Сульшер? Спросили его о том, какие футболисты могут идти в аренду. Там тема Джесси Лингарда выплыла. Если это видео наберет больше двух миллиардов лайков, я запишу отдельное видео про Джесси Лингарда. Вот. И по поводу Пелистрии, в общем, Сульшер сказал, что да, говорит, аренда, уход в аренду. Это, возможно, то, что если поступят какие-то предложения, это то, что мы позволим ему сделать. Ну, и даже было видно по соц... не только фраза Сульшера, да, а вот по публикациям СММщиков, так скажем, МЮ там в Твиттере, на сайте, как-то вот они это преподнесли так, что, значит, Пелистрии может уйти в аренду. То есть не журналисты какие-то, не какие-то там издания. Вот они сами так преподнесли. Ну, и если абстрагироваться от там тональности какой-то и не цепляться за... Ну, на самом деле, по сути, что расспросили, он ответил. Он сказал, ну да, если будет предложение, Пелистрии может уйти. А что касается Амада Диало, то он сказал, что это другой совершенно случай. И ему сейчас надо адаптироваться немножко. Я думаю, говорит, что не за горами время, когда он дебютирует. Я вам напомню, что Пелистрии играл, значит, как он там приехал к нам в октябре. Он играл за команду МЮ до 23 лет, а ниже резервы. Там даже забил несколько мячей. Я говорил о нем подробнее где-то в начале января, у меня был выпуск. И, в общем-то, после того, как закончится сезон, да, в конце года у резервистов, он вернулся в основную команду, тренировался, тренировался, тренировался. Но при этом вот был матч с Уотфордом, да, это тот матч кубковый, когда вот приезд в диалог был вот-вот должен был состояться. Мы понимали, что я, во-первых, в этом матче ждал, что состоится прощание с Иголодоном. Ну и я в превью к этому матчу говорил, что я не ожидаю, что появится Пелистрия. Но, по сути дела, это был тот самый матч, когда, ну вот почему бы и нет. Но этого не случилось. И вот сейчас зашел разговор об аренде в оставшееся время, до конца там трансферного окна. Быть может, он идет в аренду. И к чему, ребята, этот выпуск? Ну, уйдет и уйдет, вы скажете. Дело не все так обстоит просто. Я так вообще повспоминал, попытался вспомнить, а был ли прецедент, когда аренда нашего футболиста заканчивалась хорошо. То есть, этот уехал, и в итоге, а потом через какое-то время, получив там какую-то практику, для чего аренда и существует, человек возвращается, и он в итоге какой-то в клубе оставляет след. Маломальский. И вы знаете, а ни хрена такого не бывает. И сейчас, ребят, я вам покажу просто посезонно. Я смотрю, вам зашла тема, когда графически все показываю. Я сначала попробовал это сделать графически изобразить, но понял, что с арендой там большой геморрой, потому что есть футболисты, которые там вроде Сэма Джонстона, например, или Ник Пауэлл, которые каждый год переходили в разные аренды. В общем, сейчас мы с вами зайдем, точнее, я уже, естественно, зашел на трансфер-маркет, такой легендарнейший из сайтов. И здесь просто по сезонам посмотрим, кто ушел в аренду. И попытаемся вспомнить, и что с ним произошло. Ну, вот сезон, значит, 20-21. Ну, у нас смолинг. Вот смотрим на графу loan transfer, да, трансфер в аренду. Вот, Жоэль Перейра, это, конечно, просто смехота. Можно отдельно про него открыть страницу, про этого вратаря. И вы посмотрите, просто посмотрите его послужной список. Ребят, это просто какая-то хохма. То есть человек каждый, абсолютно каждый сезон появлялся. Появлялся, то есть вот он, наш воспитанник, да, вот он перешел, значит, в команду до 23 лет. И сейчас тут какой-то звук пошел. А, тут пресс-конференция тренера в Уверхэмптон зачем-то. Да. Вот, каждый сезон, значит, Перейра переходил в разные команды. И, то есть, когда сейчас мы увидим Перейру, наличие Перейры в арендах, в списке ушедших в аренду буквально каждый сезон, не удивляйтесь, таких футболистов много. Вот они реально скачут по клубам и никак не могут найти пристанище. Это, на самом деле, какая-то достаточно грустная тема. Но вот мы держим игрока, игроков их много. Вот сейчас мы пройдем, ребят, по годам, которые просто годами, годами мечутся по арендам и заканчиваются всегда все тем, что футболист уходит, уходит и, ну вот, или, значит, за деньги, или бесплатно. Ну, вот там Чонг, Перейра Андреас у нас, значит, который в Лацио сейчас и тоже Перейра походил по всем клубам просто Европы. Ну, да, это просто буквально вот свежие люди, вы их знаете, помните. Сейчас у нас, вернувшись из аренды, сразу же, наверное, вам пришло на ум, это Туанзебе и Хендерсон, я, конечно, это будет офигенно, если Туанзебе вырастет в защитника, который станет основным, а Хендерсон когда-нибудь заменит Дехею и так далее. Но пока что вся история клуба, ребята. Есть только один футболист, который в итоге стал, ну, там, великим. Не обязательно, чтобы, не обязательно, чтобы, там, Пелистрис становился великим, но хотя бы. Это Дэвид Бэкхэм, ребят, который ушел в Престон-Норд-Энд, но он ушел всего на один месяц в аренду. Он пошел, поиграл, забил два гола, один с углового прямым ударом, один со штрафного, вот за этот месяц он успел делать, да, 19-летний пацанчик. Вернулся в Манчестер и дальше, дальше вы знаете. Все остальные случаи полная шляпа. Погнали, ребят. Сезон 19-20. Вот, Departures, да, как в аэропорту. Arrivals и Departures. Так, ну, Крис Смойлинг у нас ушел, Бортвик Джексон, Бортвик Джексон, да, тот самый Джоэль Перейра, на него просто уже не будем реагировать, он реально будет каждый год. Я вчера это все пробежался. Ну, там, Рохо, Алексей Санчес, то есть, понятно, да, вот. А, кстати, Джеймс Уильямс, такой, Джеймс Уилсон, помните, такого нападающего, подававшего надежды во времена, во времена еще, даже не Ван Галя, а Моэса. Он, он в итоге тоже помучился, помучился и в итоге ушел. Просто, просто ушел. А был реально талантливый. Скатываемся дальше. 18-19 сезон. Ушли в аренду. Опять Перейра, Уилсон. Вот он, Туанзеби в Астанвиллу. Туанзеби уходил два раза. Смотрите, бывает, что один и тот же клуб, в случае с Туанзеби, да, то есть Астанвилла, но на этом сайте, если твою аренду продлевают еще на один сезон, то фактически это как новая аренда рассматривается. Вот Фосуменса, собственно, вот Фосуменса, последний пример, как вернулся у нас из аренды, посидел-посидел и уехал от нас. Так что, пока что примеров нет. Идем дальше, назад. 17-18. Кто ушел у нас? Вот Туанзеби, собственно, ушел. Тот же самый Уилсон, вот этот несчастный Сэм Джонстон, вратарь. И, значит, Фосуменса. Ну и здесь же, кстати, появляются ребята, которые, то есть, если освежить в памяти, вот, например, в этом году ушел вот Фритранс, видите, бесплатно Вейвертон ушел Уэйн Руни. Какие-то местами, вот Мхитарян ушел, да, Мхитарян, местами какие-то такие эпохальные тоже появляются. Персонажи. 16-17 сезон. Вот. Очень много народу, конечно, ушло. Вот этот несчастный Ник Паул, этот полузащитник, который потом еще будет появляться у нас, которого тоже метался всю жизнь по арендам, в итоге ушел. Гильермо Варрелло, этот бедолага. Бортвик Джексон, вот Джеймс Уилсон тогда еще ходил по арендам, вот Андреас Перейра еще тогда, видите, он в Гранаду уходил, и этот несчастный Сэн Джонстон, вратарь в Астон-Виллу. Люди просто прошлись по всем клубам мира. Я вот не знаю, ребят, может просто лучше продавать нафиг. Вот эта аренда, наверное, самим футболистам, хотя у них карьера губится. Ты знаешь, с одной стороны, с одной стороны, то есть ты остаешься игроком Манчестер Юнайтед, даже, наверное, какую-то зарплату из-за МИИ получаешь. Но с другой стороны, вот эти люди, которые всю жизнь по арендам, я к чему этот выпуск записываю, чтобы вы понимали, это люди с загубленными карьерами. И я очень не хочу, чтобы это произошло с Факуно Пилистре, и тот сигнал, что его готовы отпустить, он может и не уйти в аренду. Но, видимо, за вот уже октябрь, ноябрь, декабрь, да, то есть он 3 месяца поиграл за резерв, видимо, поняли, что он не тянет на основную команду, и, ну, просто делайте сами выводы, ребята. Вот смотрите, вот Departures, это у нас какой сезон еще раз? 15-16. Ай, вот, Лоан Янузайчик тогда в Дортмунд ушел в аренду. Ну, то есть, вот Тайлер Блэкетт, помните такого? При Ван Галле был такой защитник молодой. Уилл Кин, собственно говоря, совершенно замечательный защитник. в итоге заигравший на высоком уровне, только не в нашем составе. Ну, Вальдес и Ник Павел, вот этот самый Джон, самый Джеймс Уилсон, Адам Макколо из Full Time Devils, раньше назывался канал, вы знаете, Full Time Devils, сейчас они на стретверт пэдок называются, вот он все время называл его Хаммис Уилсон, ну, в смысле, он это нарочито делал, мне очень нравился такой вариант. Кстати, он еще травму потом получил. Дальше, дальше, ребят, еще уходим в прошлое, уходим в прошлое, вот у нас Рис Джеймс такой у нас был, левый защитник, да, вот он, Рис Джеймс, то есть, в течение одного сезона у него несколько аренд, там, Роттерхэм, видите, Хадрсфилд, наверное, зимой и летом это разные, можно на трансфер-маркете ставить отдельно зиму, отдельно лето, смысл в этом сейчас не вижу, только путаница будет. Кстати, я не знал про такого вратаря, ребята, есть Милинкович Савич, который, вы знаете, который атакующий полузащитник Лацио, и его к нам в клуб сватали, оказывается, у нас был Ваня, Ваня Милинкович Савич, такой вот сербско-испанский, да, судя вот по этому, по трансфер-маркету, такой вратарь, оказывается, у нас был, который вот у нас ходил по трансферам, очень-очень любопытно, вообще впервые о таком слышу. Многие, кто, ребята, из аренд, вот многих вообще я никогда не слышал. Том Клеверли, вот очень знаменитый персонаж, прославился тем, что пытался выскрести мяч из ворот сборной Англии, когда с центра поля забивал Ибрагимович через себя. Тот самый голос. Сэм Джонстон, Сэм Джонстон, Бен Эймос, да, такой еще был вратарь у нас. Вот, кстати, Флетчер в том году ушел. Это у нас, напоминаю, сезон 14-15. Вот, смотрите, кто к нам, Ван Галь, там, Панавази, Ди Мария к нам пришел за 75 миллионов евро. Хорош! Люк Шоу, ребята, за 37 салт-кентона. Эра Эйрич пришел, Роха. История, Дейли Блинд, Фалькао, Фалькао. Беби, End of Loan. Тоже с Беби, он тут будет появляться, тоже, конечно, рожачный персонаж. Ну вот, и Райан Гиггс. Вот, смотрите, тоже этот сезон был знаменит тем, что Райан Гиггс ретайрд, завершил свою карьеру. На ней ушел. Видите, у нас Джесси Лингард, ребят, пожалуйста. Джесси Лингард уходил в аренду в Дерби Каунти. Ну, да, Лингард, конечно, исключение. Лингард стал легендой. С этим не поспоришь. 13-14, погнали. Departures. Вот, за А ушел в Кардиф, в общем, но за бабки небольшие. Это Рис Джеймс, Андерсон, великий, великий Андерсон, Майкл Кин, Уилл Кин. А, я прошлый раз вам сказал про Уилла Кина. Конечно же, я имел в виду Майкла Кина. Да, центральщик. Уилл Кин, нет, он не заиграл. А вот Майкл Кин стал, да, действительно крутым защитником. Так, вот, Бен Эймос опять, Македа, помните такое, ребята, персонажа, который забил гол Эвертону, который нас в итоге спас нам важные очки в борьбе за чемпионство, но на этом Македа закончился. Сэм Джонстон, вот, пожалуйста, Райан, Туни Клифф, если кто-то слышал про такого человека, центральный полузащитник, то напишите, я первый раз об этом, такого увидел вообще. Давид Петруччий, фамилия Петруччий у меня связана исключительно с гитаристом группы Dream Theater, которую я бесконечно люблю, пишите в комменты, кто еще любит эту группу, но что за Давиде, причем Давиде, ну итальянский, видите, с Е на конце. Вот, то есть, мы уже отмотали, ребята, уже 7 лет практически, и пока не было ни одного человека, ушедшего в аренду, который потом пришел и принес какую-то клубу пользу. 12-13, мы никуда сегодня не спешим. Погнали. Видите, то есть, тот же самый Сэм Джонстон, Рис Браун, они возвращаются и уходят. Они же, то есть, присутствуют в категории Arrivals, кто приехал, приехал, как приехал, так и уехал. Вот, пошли по аренам, ушли этот Рис Браун, этот Эймос, Майкл Кин, в общем, одних и тех же, вот этот, в общем, Пеппи Джонстон, не Пеппи, а Бебби, ЗАА и те же самые все люди. Анхело Энрикес, я такого не помню, какой-то чилиец, какой-то был типаж, не знаю, что, откуда взялся. Давайте, давайте, мотаем дальше, никуда не спешим, ребята. Моя задача сегодня вам показать, что аренда это просто досвидосик. В лучшем случае досвидосик в плане из клуба, а как показывает практика, вообще, в целом, эти люди, у них карьера не складывается с великим сожалению, я об этом говорю, ребят. Ай, кто у нас тут? Это у нас год какой? Значит, это сезон 11-12 уже, мы уже в глубоко фергюсонских временах практически. Бебби, вот, о, Ричи Делаэт, помните такого? Сэм Джонстон, вот этот, какой-то Туни Клифф, вот этот непонятный, Риз Браун, Македа, Томас, Томас Кущак, помните, который пробовал с Дехеей чуть там поконкурировать, а, не, 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 с Дехеей этот самый, был, как его, Линда Гор, нет, Кущак, Кущак был, сидел под Вандерсаром, вот, Терис Браун, Овен Харгрис, вот, ушел, бесплатно в Сити, скатертью, дорожка, там же и Сэм Джонстон был, бедняга, просто, вот, а ведь хороший вратарь, вот представьте, ребята, ну, вот, нахрена быть вратарем МЮ, как бы, числится формально, если ты 10 лет, нахрен, 10 лет мечешься, то есть, вроде бы, да, Сэм Джонстон, как бы, сейчас по ощущениям, он все еще какой-то молодой, а он еще в сезоне 11-12 уже уходил по арендам, ну, это просто какая-то, просто издевательство над футболистами, я не знаю, куда родители смотрят, просто, сезон 10, то есть, видимо, людей одурманивает сам факт того, что вот ты, как бы, игрок МЮ, сезон 10-11, это Македа, в общем, какой-то Джо Дунген, Дунген, как бы, я хрен знает, кто это, Джеймс Честер, Маме Ди Уф, Дани Уэлбек, кстати, вот, пожалуйста, Дани Дрингвотер, человек стал чемпионом Англии, да, у него карьера сложилась в составе Лестера, слава богу, он от нас ушел, Том Клеверли, Ричи Делэд, и все вот эти, опять повторяющиеся люди, Конор Девлин, у него даже, у него даже фотографий нет, не знаю, кто это, ну, вот, пока что попался один человек, который добился чего-то в жизни, да, это Дрингвотер, но не чего-то, человек стал чемпионом Англии, потом, кстати, ну, в Челси ушел, ну, в общем, не звезда, конечно, европейская парень, но, так, нормально поиграл, и играет все еще, естественно, сезон 9-10, ребят, я, не волнуйтесь, я в 19 век уходить не буду, просто, вот, хотя бы, вот, последнее десятилетие, вот, кстати, вот, пожалуйста, сезон 9-10, Криштиану Роналдо, у нас переходит в Мадридский Реал за 94 миллиона евро, да, весьма, весьма, Пассибон, ой, помните такого Пассибона, да, 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 то есть, просто, вот, Дани Симпсон, кстати, тоже потом поиграл нормально, тот же самый, Дрингвотер, Том Хиттон, вратарь, там особо ничего не сложилось, Клеверли опять, Честер, Эймос, Хиттон, Уэлбек, Эймос, в общем, вот эти вот несчастные, несчастные люди, которые, как, знаете, как заблудшие души, просто не могли найти себе покоя, 8-9 сезон, ну, вот, мы уже во временах таких, конкретных, когда вот в команду пришли Рафаэль и Фабио, тот же самый Дрингвотер пришел, а, ну, из аренды пришел, видимо, а, нет, смотрите, в этом сезоне, то есть, получается, вот, здесь же написано все, Уэлбек, то есть, все, он в основную команду попал из команды Андер-18, так же, как и Дрингвотер, то есть, вот наши воспитанники, они вот проходят, значит, отбор до 18 лет и переходят в команду, и дальше начинаются мучения, ну, здесь, ну, все, здесь уже люди, ребят, здесь уже люди совершенно безызвестные, ну, вот рад, что Луиса, но это фри-трансфер, это не аренда, в общем, вы поняли, и ради интереса я вам сейчас хочу показать очень прикольную вещь, вот, собственно, сезон 94-95, когда, когда ушел, ой, так, нет, 60-е нам не нужны, это сезон, когда ушел Бэкхэм в аренду в Престон-Норд-Энд, зацените одну прикольную вещь, вот, смотрите, у нас пришел Энди Коул, Дэвид Мэй, нынешний эксперт, ну, вот посмотрите, мурашки идут по коже, смотрите, вот, из команды, вот, Скоулс, видите, уже был в команде до 23 лет, в команде из 18-летних ребят, вот, Гарри Невилл, Фил Невилл, Ники Батта, вот, Дэвид Бэкхэм, вот он, вот этот сезон, вот они все пришли, класс 92, они все пришли покорять мир, и смотрите, Дэвид Бэкхэм, видите, ушел в аренду в Престон-Норд-Энд, и внимание, ребят, смотрите, кто под Бэкхэмом, Майк Феллон, угадайте, который Майк Феллон, вот, ну, здесь написано, 24-го, 62-го года рождения, он ретайр, то есть, он ушел, все, он пошел там, в эту Вестбром, фри-трансфер, но в Вестброме, он уже, как я, как я помню, он уже был, собственно говоря, там, ассистентом тренера, то есть, Майк Феллон завершил карьеру, тот самый Майк Феллон, ребят, который пришел при Фергусе, не футболистом, а сейчас он уже, потом он стал при Фергусе, не ассистентом, и сейчас он также ассистент Сульшера, это тот самый Майк Феллон, Робби Сэвич, кстати, можете его многие знать, хотя бы по тому, что он там на телеке появляется, эксперт, он ушел, и в том году, кстати, вот Брайан Робсон ушел, здесь такой вопросик, правда, стоит, но ему было 37 лет, ну вот, ребят, вот такие дела, и что, и чтобы, вы скажете, может, Михаил, ты что-то упускаешь, я нарыл в гугле, ребят, материал, на сайте, на официальном сайте МЮ, с Лингородом, естественно, на обложке, значит, United Stars, who shown, то есть звезды United, которые блистали в аренде, ну, понимаете, сначала про Бэкхэма написано, что, вот видите, у него 5 матчей сыгрено, 2 гола было, как он пришел, причем, когда он пришел в Прессон Норд-Энд, они, они были, то есть, в четвертой по силе лиге, то есть, это он, третий дивизион английский, вот, и видите, здесь цитата его, когда он, когда его отправили туда в аренду, он реально был в шоке, вот, видите, я был в шоке, я думал, что это будет, это, знак того, что клуб пытается избавиться от меня, ну, от игрока, вот это золотые слова Бэкхэма, на самом деле, ребят, правильные у него были ощущения, но просто он еще тогда не знал, что он Бэкхэм, и, и вот, клуб, это статья, как бы не свежая, это статья 18-го года, но, сам, сам клуб, Мачестер Юнайтед, просто такой написал материал, где вспомнил всех людей, кто мало-мальски, из кого получился нормальный человек, из тех, кто ушел в аренду, Том Клеверли, конечно, звезда мирового футбола, Джонни Эванс, уходил в аренду, вот, Эшли Флетчер, слышали про Эшли Флетчера, я нет, Алекс Форсайт, Рейнджерс, капец, Бен Фостер, Анхело Энликис, Сэм Джонстон, да уж, вот это просто цинизм, вот это просто, я уже вам показал, как издевались над Сэмом Джонстоном, каждый год его в год два раза в аренду отправляя, а его это называют они звезда, которая блистала в аренде, пипец просто, нет слов, вот здесь он, Майкл Кин, да, Майкл Кин, вот, Джесси Лингард, Нани, да, Нани звезда, но Нани стал звездой, играя за АМЮ, а не после того, как он шел в аренду, Жерар Пике, стал легендой в мировом футболе, но не в Манчестере, но этот, и, кстати, любопытно, что здесь появляется такая ссылка на статью про Хендерсона, который, видите, ушел в аренду, тогда еще они не знали, что он вернется, Киран Ричардсон, короче, Дани Уэлбек, в общем, ребята, давайте я вам оставлю вот здесь вот, лучезарное изображение, а хрен вам Хендерсон, смотрите на Лингарда, вот, по поводу, возвращаясь к Факунде Пелистри, ну, сами делайте выводы, ребят, я тут распинался 25 минут, и аренда, это, с вероятностью, 99%, это досвидосик, то есть на тебя посмотрели, поняли, что ты, не, у них же глаза заточены, ребят, не, не, не тянешь ты, братан, на основной состав, и только будешь мучиться, и пойди куда-нибудь, а за него, за Пелистри, ой, не за него, собственно же говоря, давайте вернемся на трансфер-маркет, за него же заплатили баблосики, так, вот этот наш сезон, 2021, уже в категории Arrivals, его за, смотрите, вот он, Пелистри, он с Пеннироле, он, он за 8,5 миллионов евро, его купили, ребят, это, ну, это, конечно, не Ван де Бек, за 39, но тем не менее, забавно, что Ковани, в этой ситуации, бесплатно пришел с ПСЖ, это, конечно, большое счастье и удача, так что, остается, друзья, а вот, собственно, мат диалог за 21 миллион пришел, и, надеюсь, хотя бы из диалога получится толк, и мы его увидим, где-нибудь в кубковом матче, я не знаю, может против Вестхэма, 10 февраля в Кубке Англии, черт его знает, очень хочется на него посмотреть, на диалог, он именно, как раз право вингер, да и Пилистри вингер, но вот такая вот история, но хотя пока что, он не ушел Пилистри, но Сульчер сказал, что клуб готов его отдавать, вы все поняли, друзья, ваша задача, все еще остается предельно, во-первых, молиться за карьеру Факунда Пилистри, новая, значит, галочку поставьте себе в органайзер, не забывайте поддерживать наших замечательных друзей, из manutd.one, ребята, не забывайте про наши социальные сети, они просто лучшие, лучшие в мире, и ребята, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, никогда не отчаяйтесь, потому что мы с ИК United, с вами был Миша, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok